всем привет приехал новый объект хотел посмотреть если можно сюда трейлер поднять чувствую здесь сплошной лед тут ребят у нас другие работают ломают разбирают ремонт будем и сделать а вот мусор вывести не получается короче не знаю наверное не получится трейлер сюда поднять не лед но но груженный трейлер и вот дела зимушка зима нас подводит вот у нас потепление 42 градуса это чуть больше 5 градусов тепла по цельсию выбрали такой тепленький денек это чтобы вот этот вот трейлер отвезти на гору мы очень надеемся что там лед растаял и мы сможем завести этот трейлер наверх на начали новый объект ремонт там уже для малышин сделали это малыши на это ну поломали все старое там много чё и вывести надо мусор вот этот вот трейлер решили туда поднять сегодня дороги все выставили до асфальта можно сказать почти везде надеюсь там тоже посмотрим что из этого есть прошлый раз я проверял там не вариант было у нас сегодня даже солнце палит просто вообще жесть середина зимы кучу новая батарея для мафон не украли ли какие тут порядочные америкосы лучше пони мусор украли бы за нас вон на ту гору в этом даже видно дом вон туда надо поднять принципе не сильно высоко заехали поменяли аккумулятор на трейлере просто он стоял и долго батарея сдохла чтобы вывалить мусор нужно хорошая батарея потому что он не поднимается это дан трейлер и ухты ворота закрываются я не помню номера а я закрылась мен какой номер я забыл и не помню номер о походу кто-то там откроет сейчас я заеду благодарствую я смотрю оставила здесь дорога едем его на тот дом вот сюда такие дела да здесь асфальт очень даже классно здесь кусочек тогда не страшно сейчас плюсовая температура до 32 это 0 есть уже лед пошел нормально нормально нет здесь можно будет подняться сейчас будем сюда завозить наш трейлер да здесь конечно тоже красоты прикольных здесь тоже такие бескрайние виды а унитаз не получилось до снять струной срезали скорость большая стоит капец на 50 фит стреляет да неплохо у наша гора надо просто мусор стрелять загружать по снегу ходить вообще не вариант чистенько давай землей вместе я думаю он подымется сейчас уже чуть-чуть температура упала но я не думаю что успела дорога замерзнуть последний отрезок он более ледяной надо было мне наверно цеплять у меня шиповка что нормалек давай давай смогешь трейлер я думал здесь да мы почистили там его бросим что-то будет ставить под колеса положим под колеса чтобы ничего в трейлер не укатился и капец мне на ногу наедешь с кипра этот репу лёжка лёжка за три лёжку серёжка за лёжка мишка за серёжку вытянуть не могут предлагают сюда в горы спустить трейлер а потом вытягивать вот тут хоть вообще прям сюда по траве ходить теперь можно почистил здесь невозможно было ходить кто не хочет чтобы трейлер без разрешения уезжал вот такой вот способ торможение очень хорошее самое главное что под самое колесо поставить чисто физика никогда у нас трейлер не уезжал без спроса два колеса камни тоже бывают ложим но это не обязательно чему с горы скотится там внизу будет ничего не шунил на него отдельно нет значит пролетаем если улетает трака я пусть отъедь и отпусти но он качнулся хорошо он наш мусор считай рулоны ковролина мы прочистили вода сюда прикольный вид он гору видно пошел граутать литочку можно эти наличники прибивать чок удобно сейчас хозяйка спустится а ты на этой фигни ночной город домой короче одессе это брик бригада ночных этих как можно заехать и сбить одного я уже одного сбивал ощущение не спря что ты там что у нас здесь такое тяжелое сплошные камни плитка теперь ты нежно обнял чё им стоило вы не было бы снега мы конечно трейлер вы спустили и объехали бы к самой двери тут принципе не сильно много снега все это убирать это еще может потом не вытащишь трейлер отсюда приходится таскать сейчас тепленькой водички возьмем у нас тут сторич тепленькой водички то у нас там лед тяжелая два раза о ну-ка считаю два ведра воды выкинули как говорят не работает тяжело работай умно английски don't work hard work smart я готов давай разогнались а форбай фор 4 на 4 бурлаки на волге тема тема конечно нагрузил их по полной эти бочки вообще нереально это еще легко короче здесь будем полностью душ переделать короче забили по полной трейлер с этим карпетом тяжеленным не думаю что он мокрый тяжелым просто тяжелый муж чуть-чуть мокрый пусть и камни я не знаю как можно отсюда спуститься в такую погоду просто даже здесь выехать будет тяжело здесь лед сплошной да с таким весом конечно у трейлера есть свои тормоза я что-то не горю желанием пытаться спуститься здесь по льду с таким весом посмотрим должна была быть теплая погода сегодня сегодня что-то нет ким нужно быть как сказать идиотом чтобы вытяжку сделать вот таким вот углом в комнате почему нельзя было чисто напрямую вывести стену они короче пустили ее ровно потом вниз и на улицу сколько пыль у кивней почему нельзя просто напрямую сделать чтобы не было таких вот а вот это это для вытяжка от этой чтобы вода уходила это воздух но это и цуки и мы здесь сделаем лавочку и она как раз внутри будет лавочки а эту мы перемещем на эту сторону и отсюда будет вода из потолка будет вода так что эти трубы мы уберем но вот эту тоже что придумать 37 градусов а знаете что это значит значит вот это тяжелый трейлер можно попробовать спустить с этой горы сейчас я проверил вроде бы лёд потайл здесь я кое-где насыпал чтобы растаял лед но здесь конечно скользко даже у меня вот срабатывает и без а вот дальше дальше вот здесь здесь уже вроде как асфальт чувствуется я проеду вниз посмотрю блин здесь на повороте лёд все четко шло здесь лёд так чё ж делать рискануть или не рискануть вот в чем вопрос думал весит немало тысячи четыре на тысячи паунтов будет по любому получается нужно перенести отсюда сюда где-то 4 бетона как тебя здесь дела все нормально чуть чуть не видно говоришь немного вижу да дальше пенопласт пошел под бетоном трубу уже видно труба еще чуть-чуть осталось блин ну какие же эти гелики уродливые короче не получилось нас наверное я трусливый заяц или предосторожность меня уберегла короче решили оставить здесь трейлер в принципе он нам не нужен просто всю неделю здесь будет стоять полный как только плюсовая температура мы сразу же его спустим такие планы теперь теперь смешно смотрится колесо уже чем сам трак а какой какой размер как у меня и ксаклы да тоже cooper tires колеса да то же самое только двадцатки 275 65 20 а у тебя чё а у меня просто мне чуть-чуть уже здесь но шире и диаметр другой все а ширина тоже да да то есть у меня выше чем у тебя даже вот это одинаково у нас и у тебя у тебя дороже на сколько 200 баксов нет получается у тебя 1200 у меня 1600 но если так смотреть по цене без только из только из-за того что это двадцатки а у меня 18 к 4 600 нам вышли 12 колес лучше пешком ходить да да у меня первая машина три раза дешевле была чем к все колеса сколько тысячу баксов тысячу баксов снимаешь что ли затем смутуют загорелую рожу кайфовал между ними к не 12 14 дней и 11 ты 14 ты ты две недели кайфова но это не считается не бендели нас один дорогой к решил за занырнуть бассейн тут это тут уже вода сверху капец а это вес сюда но на воде лежит наверно запишем это типа crazy видео будут подписчики а то никто не хочет ко мне подписываться тысячи человек смотрят подписывается половина только половина из тысячи это 500 это хорошая сумма никто не хочет на тебя смотреть поэтому короче забабахали по полной теперь вот эту надо перенести где-то сюда там еще раз два три трубы какие-то идут но это уже будет сантехник делать плюс вот эту все перенести на эту сторону сейчас надо будет поменять вот эту тут у них вообще капец позорище такое кто-то вообще позор чем будем переделывать уже ладно сюда не будем переводить оставим в этой на улице в эту сторону вытащим а это уберем здесь разбили туалет чуть-чуть нам это будет стоить 300 баксов такой туалет стоит 1000 1500 1600 а это верхняя крышка найдет целиком где-то 300 баксов нынче кому-нибудь нужен новый фен жая тебе новые новые новая вытяжка нужна броню никто не пользовался никогда она чё под напряжением я вообще не лифик распаковка короче распаковка получается мощность 80 cfm можно настраивать на 110 но будет чуть-чуть шумнее бабла 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 что-то по-английски надо он вообще сюда не помещается по размеру не заходит короче решили все-таки ставить она не лезет сейчас немножко подрежем доску так хоть это нельзя но они уже здесь сделали дырку поэтому не страшно вода мешает это-то залазит конечно вот так резать нельзя эти джойсы вообще резать нельзя но эти чуваки уже сделали здесь дырку и я поэтому чуть-чуть подрезал чтобы залазил как раз на на краешки фух там куча проводов разных не намешается все вроде запихался с приключу будет вот этот это только переделаю так по прямой будет изи пизи лимон сквизи берешь белую с черной то есть черную с черной белую с черной белая с белым черная с черным зеленая с но зеленая это заземление я же профессиональный электрик крышку одели и завыли и шурупчик сейчас закручу и все делаю дыру для нового вента куда она выйдет моё сверло вылезла с улицы короче тоже 4 ничего с одной стороны не получилось на двух сторон чего такую чихню сейчас с улицы ставим вот когда выдержка работает она вот так открывается вытяжка включается она закрывается вот такую сейчас ставим вот сюда чихню как сделать если диаметр пилы меньше чем дырку которую тебе надо сделать наклоняешь под наклоном вот пожалуйста на сантиметр даже больше увеличил я думаю два болта 10 ничего в почти что точнее 10 сантиметровых достаточно чтобы эту крышку держать на месте получается было здесь теперь будет там надо вытаскивать эту короче за бабах сделал такую чтобы тепло не уходило здесь вот старая заклеил тейпом специальным и стекловатой вот такие вот дела вот представляете насколько мы отстаем очень тихо работает а все на доску вылетела пыль нормально самец вот такие вот америке дома это гипсокартон это стекловата а там а там можно сказать уже улица так это стекловато короче не очень такая приятно вот вот это она него уже крепится сайдинг вот даже от сайдинга от сайдинга стейплс и и вот если я так рукой сделала она такая холодненькая вот такие вот америке дома это вот первый этаж и здесь три этажа но вот этом три этажа держится а здесь вообще гараж сверху мостик холода здесь вообще он ведь для собак ты считай на улице ветер дует конечно мостик холода мин здесь были не мостик холодами здесь тоннель получается может закрыть открыть чтобы собака и нежелательное проникновение собак и прикрыл и все хозяева решили в этом месте сделать окно и вот для этого нужно разобрать стену и переделать фрейм так как это все-таки несущая стена и над ней находятся еще два этажа поэтому вот я сейчас разбираю гипсокартон убираю стекловату это у нас называется insulation и мы будем делать фрейм и в этом месте будет окно 4 фито на 4 фито вот такие вот дела а дверь для собаки хозяева попросили оставить так как в будущем они планируют завести собаку мы вот оставили ее вот такая доска она пропитана идет на бетон здесь обычные из елки и о избе но мы его плай водом называем все здесь все этого избе и все и стоит с улицы сайдинг это вот и все все дома здесь так способны вот так выглядит эта стенка с этой стороны пресса 10 клуб а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для чего это делается? Это делается, потому что я убираю вот эти три. И здесь будет окно. Где-то вот так посередине, наверное. Вот это для того, чтобы поддержать два этажа сверху. Получается две 2BISX. 5,5 на 1,5 инч. Две тут. И вот это 10 инч. И вот эта перегородка держит два этажа сверху. Моща. И они запи... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Здесь тоже хотят здоровую полку сделать вот здесь на всю стену. Чтобы это реализовать, нужно опять же вставлять сюда BIM специально, который будет поддерживать вот этот пол. Пол и еще два этажа сверху. Поэтому снимать не буду уже, просто сделаю то же самое, как над окном, только здесь внизу сделаю. Вот так здесь получилась полка на всю стену. Получается здесь почти 5 фит. Такая полочка будет хорошая. Так что, когда будем здесь плитку ложить, здесь красивая плитка будет такая здоровая. Два фита на 4 фита, это сколько? 60 сантиметров на 120. Так что, смотрите, кому будет интересно, какая здесь будет плитка. Считаю, вот этот вот BIM. Там три доски такие вот. Они, сколько это? 30 сантиметровая доска. Их три штуки. Они вот стоят на две здесь, две здесь. И считай, держат пол. И еще два этажа сверху. Так что, вот так вот. Кому интересно, что здесь будет дальше с этим душем, подписывайтесь, смотрите. Здесь вот подготовили полы. Чуть-чуть их зачистили. Чтобы ровно было. Здесь вот мешание уже зачищает. Первый слой намазали. Вот так вот получилось окно 4 на 4 фита. Здесь кое-где промазали. И вот, в принципе, осталось стелить полы. Там окно вставить. Все это красить. Плитка. Ну, я это снимать не буду. Я, наверное, только плитку буду снимать. Так что, кому интересно, будет такая вот работка у нас. В этом месте будет небольшая кухонка такая. Это, получается, будет как нижний этаж. Он будет как отдельный. Отдельно жилой этаж. Вот такие у нас здесь виды. Красивые с утра. Цепи полностью во льду. Что не есть хорошо. Ну, с этим видео я завершаю. Кому интересно, что будет дальше. Ну, дальше я, наверное, буду снимать, как я буду делать плитку. Там плитка будет очень красивая. Душ будет очень красивый. Такой интересный. Поэтому подписывайтесь, смотрите. А на этом пока все. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok